Подпольная тюрьма, изоляция не иначе, как ад на земле, откровение вернувшегося из плена. Штамм коронавируса Омикрон уже в Европе. И об уникальном подарке президента Республики Польша Украине. В свежем выпуске новостей в студии Каролина Король. Здравствуйте. Украина не ищет войны с Россией, но если Москва ее начнет, Киеву придется обороняться. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию «Зэй». По его словам, единственный приемлемый вариант для Украины – это дипломатия. Однако ряд стран склоняется больше к российской версии о том, что предоставление нам оружия якобы может побудить Киев к военным действиям, отметил Кулеба. Все это полная чушь. Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем. Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролития было бы намного больше. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в интервью немецкому изданию «Цайт». Российская сторона блокирует работу политической подгруппы трехсторонней контактной группы по нескольким направлениям. Об этом нашему телеканалу сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. По его словам, еще год назад на уровне контактной группы было принято решение, чтобы политическая подгруппа разработала так называемый план действий по реализации минских договоренностей. Украинская сторона вынесла свой вариант на обсуждение. Россия его не поддерживает и всячески отказывается принимать участие в обсуждении. Украинская делегация уже неоднократно ставила вопрос о необходимости рассматривать в том числе традиционные для политической подгруппы вопросы о повестке дня, а это именно как раз и адаптация закона об особом порядке местного самоуправления в связи с включением в этот закон так называемой формулы Штайнмайера. И здесь, к сожалению, также мы не можем добиться взаимопонимания. Ад на земле и концлагерь. Такими словами характеризует подпольную тюрьму изоляция бывший ее узник Олег Кулаков. Он прошел через физические и моральные издевательства, пытки и выжил благодаря силе духа и мужеству. Члены незаконных вооруженных формирований арестовали его 20 июля 2017 года в Макеевке и обвинили в шпионаже в пользу Украины. Только через два с половиной года украинца удалось освободить. История человека, который выжил и не сдался, в нашем следующем материале. Сквер возле Мариупольского драмтеатра – одно из любимых мест Олега Кулакова. Здесь легко дышится и думается. Никто из прохожих не знает, что пришлось пережить этому человеку. Он провел почти тысячу дней и ночей в застенках изоляции. Это натуральный концлагерь, реально. Вот это все, что говорится, какие там пытки – это одно дело говорить, а другое дело через это проходить. Мариуполь – его родной город. Олег переехал в Макеевку в 2012 году, а через два года начались боевые действия. Мужчина был всем сердцем за Украину. Часто ездил к матери на подконтрольную украинской власти территорию. У меня, естественно, была возможность оценить, как стало там с приходом русского мира и как живет Украина нормальная. Соответственно, я был не на стороне русского мира. Ну и какими-то своими действиями попытался сделать так, чтобы там это все закончилось. Его арестовали в 2017-м и обвинили в шпионаже в пользу Украины. С этого момента жизнь Олега Кулакова превратилась в ад. На вопрос он отвечать не стал. И его отвезли в изоляцию. Главный комендант этой тюрьмы Денис Куликовский, которого все называли Палыч, лично издевался над пленными. Сотрудники службы безопасности Украины задержали Куликовского 9 ноября этого года. На суд в Мариуполе по избранию меры пресечения для Палыча пришел и Олег. Он хотел убедиться, что самый страшный палач изоляции на скамье подсудимых. Он любил не только лично бить людей, он любил смотреть в камеру наблюдения, что делают заключенные. И если он давал команду кого-то избивать в камере или какие-либо действия совершать унизительные, то он мог как присутствовать при этом, так и наблюдать это все через камеры. И заставляли их лазить под нарами, гавкать, отзываться на кличку Полкан, бегать, лаять, когда заходят охрана. Сказали чужой, надо бежать лаять. Ну и так было. Больше девяти месяцев в изоляции и полтора года в Макиевской колонии. Без связи с внешним миром, только редкие свидания с матерью. Сейчас больше всего переживает за людей, которые остались там. Рассказывает, в его отряде в апреле 2018 года было более полусотни человек, обвиняя в их шпионаже. Есть люди, которые задержаны на полгода больше меня. Получается, в феврале, например, месяце. И у них это будет уже срок пять. Буквально через два месяца будет пять. Пять лет за что. На адаптацию к свободной жизни у Олега ушло всего несколько дней. Сейчас работает в Мариуполе. Снимает здесь квартиру и старается восстановить здоровье. После пыток в изоляции мужчина почти полностью потерял зрение. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко. Новости Украины. Отремонтированы камеры и прогулочные дворики, тренажерные залы и даже доступ к телефонной связи и интернету. В Украине продолжается реформа пенитенциарной системы. Ее цель – создание гуманной системы исполнения уголовных наказаний. Поменять отношение государства к людям, оказавшимся за решеткой, сделать все для того, чтобы тюремный срок не отрывал человека от общества приоритетной задачи реформы. Наши корреспонденты побывали в Киевском СИЗО, самом большом изоляторе Европы, и узнали о том, что поменяется для тех, кто оказался по ту сторону решетки. Серые от грязи стены, старые нары, видавшие виды матрасы и туалет за занавеской. В таких условиях отбывают наказание большинство украинских заключенных. В Министерстве юстиции решили изменить ситуацию. Реформирование пенитенциарной службы начали с ремонта камеры тюремных корпусов. Причем деньги на это берут не из госбюджета, а из средств, вырученных от запуска проекта платные камеры. В одном только столичном Лукьяновском СИЗО их оборудовано три десятка. И это генерация денег на счета следственного изолятора, за которые следственный изолятор может ремонтировать и улучшать условия во всех остальных своих камерах. Замминистра юстиции Елена Высоцкая показывает одну из таких камер. Она рассчитана на двух заключенных. Здесь есть весь необходимый для комфортной жизни минимум. Холодильник, микроволновка, электрочайник, санузел с душевой кабиной. А на нарах новые матрасы и чистое постельное белье. По Украине проект работает с середины 2020 года. Сегодня больше 7 миллионов гривен на счету в следственных изоляторах у разных, кто в этот проект вошел. И мы уже отремонтировали больше 700 мест за счет этого проекта. Месяц в такой камере обходится заключенному в 12 тысяч гривен. За собранные средства в Лукьяновском СИЗО уже обновили не только часть бесплатных камер, но и прогулочные дворики. Теперь это не унылые бетонные коробки с лавочками, вмонтированными в стены, а светлое помещение с искусственным газоном и тренажерами. Инфраструктура и вот эти условия содержания, они не занимают ключевую роль. Но для Украины они занимают первое место в проблематике, потому что мы никогда не занимались тюремной инфраструктурой. За время независимости точно. И только последние полтора-два года мы говорим о том, что эта реформа должна состояться в Украине, привести в нормальные условия все условия содержания и больше работать с тем, чтобы готовить с первого дня, готовить человека к выходу, чтобы он действительно менялся, чтобы он действительно учился. Ремонты – лишь начало реформы. Пенитенциарная система в Украине нуждается в кардинальных изменениях от подбора персонала до изменений в Уголовном кодексе, внедрения программ по социализации людей от бывших срок. А если мы говорим про европейский союз, это работают и психологи, отдельно работают люди, социальные сотрудники, которые подбирают жилье, подбирают условия жизни, подбирают потенциальное место работы, общаются с учебными заведениями. То есть максимально государство пытается человека изменить и вернуть его в социальную ячейку, я бы так сказала. Если мы говорим про Украину, у нас на сегодняшний момент таких историй, успешных историй почти нет. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который в случае поддержки народными депутатами приблизит украинскую пенитенциарную систему к европейским стандартам. Валерий Бакус, Максим Градобык, Новости Украины. Из-под завалов жилого дома в Новой Одессе достали тело еще одного человека. Таким образом, количество погибших возросло до трех. Об этом сообщают в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Поисково-спасательная операция завершена. На данный момент коммунальные службы меняют окна в квартирах соседних подъездов, а также подключают жилье к электричеству и газу. Решаются и вопросы реконструкции пострадавшего от взрыва подъезда и помощи жителям. По моему мнению, возможно и реконструировать, но нужно дождаться выводов экспертов, которые завтра-послезавтра ответят нам, что делать с этим подъездом и с этим зданием в целом. То есть, в первую очередь, безопасность людей, а государство выполнит все обязательства, которые определены законом для того, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим людям. Сейчас над этим работаем. Вчера в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. От мощности удара стекла вылетели даже в соседнем доме. По предварителю информации рванул бытовой газ на верхнем этаже. Разрушены полностью четыре квартиры. Трое людей погибли, еще столько же пострадали. Их состояние удовлетворительное. Всего эвакуировали 62 человека. Смену места жительства онлайн запускает ДИЯ с 1 декабря. Услуга будет работать в тестовом режиме. Ее можно получить за один рабочий день. Для этого понадобится налоговый номер заявителя и владельцев или совладельцев жилья. Их электронная подпись. Право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости. Также одно из условий – заявитель должен быть старше 14 лет. Мы полностью трансформируем услугу, убирая бюрократию. Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться. И, кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учет. Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины в Телеграм. Продолжение следует... Также за минувшие сутки почти 139,5 тысяч украинцев сделали прививки от коронавируса. По данным СНБО, больше всего желающих вакцинироваться в Харьковской области, меньше всего в Луганской. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, иммунизация самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 94% пациентов, которых за последние три месяца госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Израиль стал первой страной в мире, которая полностью закрыла границы от омикрона, нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Закрывают границы европейские страны, где фиксируют первые случаи. Чем опасен новый вариант коронавируса, расскажет Николай Старков. Опаснее предыдущих содержит полсотни новых мутаций, потенциально устойчив к вакцинам. Новый вариант вируса SARS-CoV-2 обнаружили в Южной Африке на прошлой неделе, и он быстро распространился в ЮАР. Этот график показывает преимущественное распространение вирусов. Красным закрашен дельта-вариант, который стал причиной ужасной третьей волны в стране. А теперь посмотрите на синий. Почти до конца графика это омикрон. Как видно, буквально за несколько дней он стал почти главным источником инфицирований в стране. Ученых напугало количество изменений, которые произошли с вирусом. Однако есть и хорошие новости. Новый штамм переносится легче, заявляют медицинские ассоциации Южной Африки. Не было никого на данном этапе, нуждающегося в кислороде. У некоторых была температура и очень высокая. У меня был только один ребенок, который был серьезно болен. Под 40 градусов температура и довольно частый пульс. Но нам удалось его вылечить. Европейский центр предотвращения и контроля заболеваний рекомендует даже вакцинированным жителям на всякий случай не ехать в страны, где зафиксирован омикрон. Например, часть пассажиров, накануне прибывших самолетом в столицу Нидерландов, были заражены. Из всех пассажиров двух самолетов из ЮАР тест показал позитивный результат у 61 человека. 13 из них заражены новым штаммом омикрон. Они на самоизоляции, но самое главное – остальные пассажиры тоже потенциально заражены и тоже на самоизоляции. Помимо Нидерландов, случаи, обнаруженные в Британии, Бельгии, Италии, Германии и во Франции уже готовятся к новому наплыву больных. Пока во Франции не подтверждено ни единого случая заражения, новым штаммом. Но это вопрос нескольких часов, учитывая, что он обнаружен и циркулирует в Бельгии, Италии, Германии, Англии, даже в Австралии. Скорее всего, он уже есть и в нашей стране. Мы обнаружим зараженных и постараемся максимально сдержать распространение. Масочный режим снова станет обязательным. В Великобритании с понедельника любой приезжий будет обязан сделать ПЦР-тест. Правительство призвало вернуть карантин после того, как в графствах Хельмсфорта и Ноттингем обнаружили по одному зараженному новым штаммом. Но вакцинация все еще увеличивает шансы на успешное выздоровление, уверен глава Минздрава. Я думаю, что население отнесется со всей серьезностью. Большое количество мутаций может стать причиной того, что уже существующие вакцины будут менее эффективные. Я подчеркиваю ключевое слово «может», а «может» и «нет». У нас пока слишком мало данных на этот счет. Разработать вакцину от нового штамма в течение трех месяцев уже пообещали компании Pfizer и Moderna. Николай Старков, Новости Украины. Величие ханского дворца в Бахчисарае, древний город-крепость Чуфут-Кале, Байдарский перевал и красота горы Аюдак на южном берегу Крыма. В Киеве презентовали сборник одного из самых известных польских поэтов Адама Мицкевича «Крымские сонеты». Уникальные издания на четырех языках посвятили 30-летию независимости Украины. Это подарок президента Республики Польша Анжа Дуды Украине. Светлана Сыч расскажет подробнее. Адам Мицкевич написал сборник «Крымские сонеты» после путешествия по Крыму в 1825 году. Природа полуострова, контраст моря и гор, люди восточный колорит покорили сердце польского поэта. В почтении тень твою целуют мусульмане. На крымском корабле ты мачта чатырдах. Ты света минарет, ты Крыма падишах. Уникальность крымских сонетов Адама Мицкевича в том, что они рассказывают о Крыме начала 19 века на четырех языках. Издание переведено на украинский, крымско-татарский, польский, английский языки. Адам Мицкевич был переведен до этого и на английский язык. Но так, чтобы в одном сборнике было четыре перевода. Украинскую, Максима Рыльского, английскую, чершевского, якщо я напомняюсь. А крымско-татарскую, Шакиром Селимом. Его, к сожалению, уже нет в живых. А это один из выдающихся крымско-татарских поэтов. В сборнике 18 стихотворений главный герой крымских сонетов – пилигрим, путешественник, изгнанник. Сонеты напоминают дневник. Это совместный проект канцелярии президента Республики Польша и Польского института в Киеве. И в этом издании есть предисловие президента Польши Анджиа Дуды, в котором он отмечает, что это подарок 30-летию независимости Украины. Этот проект был подготовлен к крымской платформе. И тогда же президентом Польши господином Дудой он был вручен президенту господину Зеленскому. Мы, крымские татары, это принимаем еще как поддержку, прямую поддержку Польшей, польским обществом крымских татар, Крыма, Украины. Адама Мицкевича называют основоположником романтизма в польской литературе. В Польше он также популярен, как Тарас Шевченко в Украине. Издатель решил проиллюстрировать сонета Мицкевича современными фотографиями. Это не просто стихи, это альбом. Здесь есть фотографии Романа Кравченко. Это украинец, эмигрант из Крыма, который сейчас проживает в Польше. Тираж крымских сонетов – 800 экземпляров. Часть книг подарят украинским библиотекам и государственным учреждениям, а несколько десятков – школам в оккупированном Крыму. Светлана Сыч, Сергей Савчук, Новости Украины. Сегодня иудеи начали праздновать Хануку. В иудаизме этот день считается праздником победы света над тьмой. Он посвящен чуду, произошедшему при освящении храма после победы небольшого войска и ягуды Маковея над армией греческого царя Антиоха в 164 году до н.э. На столичном Майдане Незалежности и на Контрактовой площади уже установили ханукальные светильники. Звучит музыка и песни, а мы присоединяемся к поздравлениям счастливой Хануки. Напоминаю, в Минздраве призывают вакцинироваться. Иммунизация – это безопасно и эффективно. Больше информации на нашем сайте и в социальных сетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Помните, Украина – наш дом. Украина